На трибунах Ложников народу больше, чем мест на стадионе. Причем раза в два. Делегации из Татарстана, с Урала, из Сибири и по Волжье. Из Саратова в столицу привезли без малого 200 человек. Константин Садчиков, лидер балашовских байкеров, приехал на митинг, чтобы его жизнь и жизнь его друзей не стала хуже. Я уверен в своем будущем, уверен в будущем своих детей. Я езжу на мотоцикле, который мне нравится. Я вижу своих друзей, которые ездят на отличных, на мощных японских мотоциклах. Таких, как Константин, в Лужниках почти 140 тысяч. Все выступают за стабильность, независимость и величие страны. Моему сыну 10 лет. Я хочу, чтобы он жил в будущей России не разделенной баррикадами, а в единой, стабильной России. Наша страна будет подниматься, будет расти, будет занимать свое достойное место в положении, в мировом мире, в мировое положение. На митинге зажигали российские политики, ветераны и рабочие. Не обошлось без участия звезд отечественной эстрады. На сцену в Лужниках вышли Трофимов, Майданов, Лепс, Астудио и Любе. В Москве сегодня 0 градусов, но сказать, что участникам митинга повезло с погодой, нельзя. На стадионе очень холодно. Спасает только горячий чай. Он здесь в большом количестве и совершенно бесплатно. Жаль, только остывает быстро. За холод и долгое ожидание участники митинга были вознаграждены сполна. В Лужники приехал Владимир Путин. Кандидат в президенты был красноречив и неожиданно эмоционален. Призвал бороться с мздоимством, хамством и несправедливостью. И цитировал Лермонтова. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали. И клятву верности сдержали. Мы в бородинский бой. Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами. Его сторонники оказались не менее креативными. Россия! Моя ты Россия! Митинг в Лужниках продолжался около часа. И, скорее всего, это была последняя массовая акция до выборов президента. Анна Головчинская, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.